Сабина Аджиева впервые на Северо-Кавказском форуме «Машук». Она корреспондент Косортовской муниципальной телестудии «Гелиос». Приехала на форум, чтобы защитить и получить грант на свой авторский телевизионный проект под названием «Берега надежды». Проект, конечно же, это привлечь внимание всех неравнодушных людей к этой передаче и благодаря этому помочь всем детям с ограниченными возможностями, потому что эта проблема на сегодняшний день, к сожалению, существует. Северо-Кавказский форум «Машук-2015» уже не тот, что был последние пять лет. С каждым годом число самых активных растет, и ребятам, которые приехали на этот масштабный проект, сталкиваются с большей конкуренцией в канвеере проектов. Однако это не мешает им веселиться, знакомиться со все новыми форумчанами и, что самое главное, дружить. Мы ожидаем только побед. Будем смотреть на то, как ребята сейчас защищаются на публичной защите. Делегация сплоченная, делегация, которая работает друг на друга. Они понимают, что здесь они презентуют республику, что это витрина всей молодежной политики в нашей республике, что было бы, наверное, не совсем правильно показывать здесь себя немного хуже любого другого региона. Именно при таком подходе ребята смогут не только здесь, в рамках форума, достичь каких-то успехов, в принципе, в жизни. Министр по делам молодежи в республике Дагестан Заур Курбанов продолжил, что новая система защиты проектов довольно хорошо сказывается на участниках-конкурсантах. Около полторы тысячи форумчан с разных уголков всего Кавказа. Это шесть регионов самых разнообразных и интересных личностей. Северокавказский форум «Машук-2015». В этом году он уже по счетам шестой. Сюда приезжает активная молодежь со своей гражданской позицией и точкой зрения. Также сюда приезжают известные веб-лекторы со всей страны, которые делятся опытом и своей практикой. Каждая смена совершается открытием, а то есть ее начало. У главной сцены форума каждый вечер проходит развлекательная концертная программа, как, например, сегодня у главной сцены форума. Каждый день на Северокавказском форуме – это день какого-либо региона. Они сопровождаются музыкальными номерами, развлекательными танцами своих культур, демонстрируются основные элементы традиционного народного искусства, а также гончарные и ювелирные изделия ремесленников. Дагестанская делегация стартовала с того, что пригласила на утреннюю зарядку именитых спортсменов. Это Магомед Маликов, Али Багаутинов, Магомед Исагаджиев и немалоизвестные борцы вольного стиля Абдусалам Гадисов и Абдурашид Садулаев. Я впервые участвую на этом форуме. Очень приятно увидеть молодежь. Поздравляем. Все, такую атмосферу увидеть, очень приятно. Я начинаю верить в нашу молодежь, и я с таким восторгом и с гордостью хочу сказать, что у нашей молодежи есть к чему стремиться, и те ребята, которые здесь присутствуют, они многого добьются. Али Багаутинов – боец клуба Fight Nights, выступает за международный американский промоушен UFC. Сегодня он является членом общественной палаты в Республике Дагестан. Именно поэтому свою деятельность начинает с того, что ознакомится с теми, кто представляет наш регион, пока в масштабе СКФО. Эмоции самые положительные. В принципе, все нравится. Питание, проживание. Понятно, что не пятизвездочный отель, но все-таки все достаточно хорошо. Сегодня, как раз таки, если вы видите за моей спиной, сегодня день Республики Дагестан. Мы знакомим других гостей форума с нашей культурой. На протяжении всей второй смены форума стояла жаркая погода, но гости разных делегаций побеспокоились об этом, запаслись дозой прохладительных напитков и хорошего настроения. На Машуке-2015 созданы все условия для людей и с ограниченными возможностями. Им оказывается достаточное внимание со стороны руководства форума. Есть коттеджи, пандусы и специальная дорога ко всем образовательным площадкам. И, как говорят сами участники, мы, машуковцы, однодружная семья. Братья Запашные, известные циркачи, сделали подарок форуму Машук. Этого слона зовут Ранга, и дагестанцы решили сделать совместное фото. А теперь веселей, дай шоу, Дагестан! Каждый день форума Машук-2015 – это что-то интересное, сюрпризы и все самое непредсказуемое. Приезжают поддержать свой регион звезды эстрады, политики и известные журналисты. Они общаются с форумчанами и делятся профессиональным опытом с участниками. Дагестан уже принимает шестой год участия на данном форуме. Стоит отметить, что в прошлом году Дагестан по результатам форума занял первое место. То есть наши ребята во всех отношениях выиграли, во всех отношениях стали победителями. В этом году цель такая же. То есть приехали конкурентоспособные, хорошие ребята, которые нацелены на то, чтобы участвовать и в образовательных, активно участвовать в образовательных программах, участвовать в альтернативных площадках, в спортивных мероприятиях и, конечно же, в грантовом конкурсе. Поначалу может показаться, что подобная площадка носит развлекательный характер. Но все совсем не так. Очень сильная образовательная программа «Каждый день», которую проводят не теорики, а именно практики. Главная же цель всего этого мероприятия – это поддержать молодежь. Проходит защита своих проектов. У меня проект «Благотворительные берега надежды». Многие его уже знают в городе Хасайюр. Мой проект заключается в том, чтобы поддержать не только морально, но и материально детей с ограниченными возможностями. Сабина получила хороший общий балл и ждет окончательного результата – списка победителей, который будет известен всем фурумчанам уже через несколько недель. Лично мы, ребята из Дагестана, получили массу отличных впечатлений, много, очень много интересных знакомств и хороший опыт для дальнейшей работы. Арсенда Циев, Магомед Смирсултанов, информационная программа «Пульс».